Александр Исаков работает курьером. Доставляет еду на автомобиле. Рассказывает, что в будни сотрудники госавтоинспекции останавливают не часто, только для проверки документов. А вот в пятницу и выходные могут остановить по 3-4 раза за смену для проверки на трезвость. Конечно, хорошо, что проводят очень часто, потому что людей, которые выпивают на выходных особенно, очень много. И аварий из-за них тоже очень много происходит. Конечно, спасибо сотрудникам ДПС за то, что они это делают. Я считаю, что это правильно. По выходным и в пятницу сотрудники ГИБДД всего региона проводят рейд-контроль трезвости. В среднем за один рейд составляют шесть протоколов о нетрезвом вождении. Особое внимание при проверке уделяют водителям такси и каршеринга. Таксист несет двойную ответственность за себя и за пассажира. А те, кто берут машину в аренду, пользуются делимобилями. Часто давят на газ до отсечки. Да еще и в нетрезвом состоянии, говорят стражи порядка. Основная цель данного мероприятия – предотвращение ДТП с тяжкими последствиями. А именно, значит, необходимо будет массово проверять водителей, выявлять водителей, у которых имеются признаки опьянения, отстранять данных водителей, а также документировать их противоправную деятельность. Штраф за вождение в нетрезвом виде и отказ от медицинской экспертизы составляет 30 тысяч рублей, а также предписывается срок лишения права вождения от полутора до двух лет. Если же водитель повторно пойман пьяным за рулем, то штраф будет более весомым – 300 тысяч рублей, потери водительского удостоверения на три года или тюремный срок на два года. Водители, которых останавливают для проверки, чаще всего поддерживают такие акции ГИБДД. «Мне кажется, когда будет почаще, порядок будет, наверное, намного лучше. Для этого есть ДПС». «Состоянно огни аварии идут. Малолетки гоняют пьяные». «Ни в длительности у людей нету ничего вообще. И как бы ты вроде по правилам ездишь, но тут такой момент происходит, что ты не можешь вообще никак контролировать процесс, когда пьяный водитель летит в тебя и уже всё». Только за минувшие выходные сотрудники госавтоинспекции задержали 16 водителей в нетрезвом виде. Из них двое повторно сели за руль в пьяном состоянии.